Всем привет дорогие друзья, с вами снова Эдисон. Я бы хотел сказать, что я очень рад, что эта игра наконец-то вышла. Я надеюсь, что я буду хотя бы одним из первых людей, которые выложат первую часть прохождения этой игры. Я очень ждал эту игру, еще раз повторюсь, честно, я очень ее ждал, не менее чем GTA 5. Я надеюсь, что я вместе с вами пройду эту игру от начала до конца. Я надеюсь, эта игра нас не разочарует, она будет увлекательнейшей, интереснейшей и будет иметь просто нереально много приключений. Мы будем проходить сюжетку, просто-напросто будем исследовать мир, просто будем даже выполнять какие-то дополнительные задания. И конечно же, ребята, мы это будем делать все вместе с вами. Вместе мы это будем делать с нашей бандой крутых перцев. Я надеюсь, вы меня не бросите, то есть вы не будете ставить дизлайки только потому, что не выходит Пиксельмон, а выходит новая часть Ведьмака. Разнообразие всегда нужно, хоть бы как вы не любили Пиксельмон, на нем долго не проживешь, в том смысле, что он уже, можно сказать, в какой-то степени надоел. А чем больше мы в него играем, тем больше он начинает надоедать. А есть такие люди, которые просто-напросто ненавидят, когда я прохожу какие-то другие игры или хотя бы дышу не в ту сторону, не в сторону Пиксельмона и не сразу ставят дизлайки. Но, ребята, я надеюсь, вы меня не разочаруете и мы вместе будем проходить эту замечательнейшую игру. И добро пожаловать в Ведьмак Дикая Охота. Третья часть легендарнейшей игры Ведьмака. И я надеюсь, что она также будет очень офигенной. Что нам нужно? Давайте, ребята, вместе будем выяснять, что и как. Я никогда не играл в Ведьмака, ни в первую, ни в вторую часть. И сейчас начинаю с третьей части. Вроде лагов нету, стабильный фпс, идеальнейшая картинка, охрененные качества вообще среды, детализация, текстурки. Прям можно разглядеть, не знаю, прыщи на его лобе. Ну и у него, конечно, нету, да, он там всякие магические зелья пьет. Но все же, ребята, если будут какие-то лаги, то это просто-напросто может оптимизация хреновая или еще что-то. Ну ладно. Ведьмачье чувство, важные предметы. Смотрите, бросающиеся в глаза предметы. Ага, красная хрень, бросающиеся. Будем смотреть, что дальше. Чтобы рассмотреть предметы, подойдите к нему. Я сок выпила. Знаю. Можешь принести еще после тренировки. Так. Ну, всякие ведьмачьи чувства. Так, это что? О, вот ключ. Ага, задание выполнено. Дополнено. Чтобы открыть запертую дверь, подойдите к ней и нажмите M. Мне интересно, что это там за бабуля какая-то сидит. Сейчас мы посмотрим. Ух ты, нихрена себе. Фаб, 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 да, ребята. Это, чтобы открыть запертую дверь, подойдите к ней и нажмите E. Ага, это к ней, это к этой, чтобы открыть выпадку. Ага, замок открыт. Спускаемся. Ведьмачье чувство, прыгнуть. Ага. О, сверху у нас появляется уже голова волка. Итак, что нам нужно? Старый ведьмак крепко спит. А цири, разумеется, куда-то пропала. Ух ты, пейзаж, нифиговенький, если честно. Может, мне кажется, можно еще чуть-чуть ток, яркость повысить. Как думаете, ребята? Разумеется, она предпочитает теории и практики. Не смотри, что у меня наушники поломаны, Настя. К сожалению, я не могу себе позволить сейчас ступить, но засыпаешь. Вот холера. Я только прикрыл глаза, пока она делала выписки из гулий и альгурий. Ты дал ей этот кирпич? Ничего странного, что она заскучала. У Иоанна Избруга не самый легкий язык, это правда. Зато пишет он обстоятельно. Это тебе не нынешняя глупость. Мне кажется, тут будет просто слишком много разговоров. Я сказал, что не тренируйся одна, только ошибки закрепишь. Отведи нашу барышню на нижний двор. Если хочет позаниматься, милости просим. Излись на нее? Распустили мы ее. Не сердись на нее. Как тут не сердиться? Это как масс-эффект, как и у Ведьмаки в предыдущих частях. Да, есть выбор разговора, как бы поддержать беседу. Поэтому нужно все внимательно, ребята, читать. Чудовищем нельзя относиться легкомысленно. Если Цири хочет стать одной из нас, ей придется это понять. Увидимся внизу. Ну, увидимся, дружок. Я пока что еще не понял, кто это. И кто это. Джеки-чан нафиг в юбке. Или это... Нет, пацан. Понятно, почему ты так сюда рвалась. Рвалась. Это обезьяна какая-то нафиг. А-а-а-а! Ух ты нафиг. Ты прям в реале, Джеки-чан. Цири, ты не в цирке. Первый от... Так она еще и с закрытыми глазами. Ни хрена себе. Нет, ноги. Хватит, слезай. Сальто? Как иначе. Можешь снять повязку. Есть еще над чем поработать. Рефлексы слабоваты. Для ведьмака? Может быть. Думаешь, утопец или стрыга будут тебе поддаваться, потому что ты не прошла ведьмачьих мутаций? В любом случае, на твоем месте я бы боялся Весемира больше любой стрыги. Весемиры-то какие-то монстры, как я понимаю. Ой, да ну. Эта книжка была страшно скучная. Я знаю. А ты знаешь, что это не повод. Ой, прости. Я все поняла. Больше не повторится. Хорошо, если так. Я буду дружелюбным. Дружелюбненький, я не буду все шантажировать. Ты не права угрожать. Вот-вот. Так что? Веди себя хорошо. Пойдем, позанимаемся внизу с остальными. Мы побежим через стены? Конечно, давайте пройдем обучение, так как я еще раз говорю, я первый раз играю ведьмака, я не играл в предыдущей части, потому что я даже не имею ни малейшего представления, что и как тут делать. Подойдя, Лексис, нажми тебе, чтобы воспользоваться. Ага. То есть тут не просто забираться, а нужно еще нажать, чтобы воспользоваться. Ага, ага. А тут? Ну, тут, в принципе, понятно. Тут тоже понятно. Что я говорил, дружелюбненький, тут куда нам? В ритме шагов. Ага. Так. Сири, не кривляйся. Сейчас, ребят, просмотрю, куда нам нужно бежать. Я пока что не представляю, если честно. Ага. Хренакнулись, но я надеюсь, что нам сюда. Ух ты, нихрена себе, мы как-то здоровья много теряем. Чтобы ускориться. Ну, так мы, в принципе, и так уже ускорены. Сейчас нам спуститься, да, нужно? То есть... Вот сюда, да? Сейчас, сюда. И... К этому чувачку. Да, если у ведьмака шрам чуть-чуть, ну как, на лице чуть-чуть, то в того чувака вообще... Хочешь сказать, госпожа моя? Я ужасненько виновата. Ужасненько виновата. Молодая кровь требует дела. Я понимаю. Но в бою знания важны не меньше меча. Ты должна хотя бы гуля от альгуля отличать. По отметинам, якоже у пантеры тигриной, взирикание живущей и телом нездраво бледной. Чего? Хм... Значит, ты прочла раздел. Но ты всё равно должна была спросить, а не... Но ты же спал, дядюшка Весемир. Не верьте хвостом, почему ты сразу не сказала. Что ж ты сразу не сказала, что сделала задание. Не используй преимущество при первой возможности, но только тогда, когда это даст наибольший эффект. Так дядюшка Весемир говорил. Хм... Ты способная ученица. Не слишком послушная, зато способная. Ладно, хватит болтать. Геральт в паре со мной. Ламберт с Эскелем. Цири с куклой. Опять? Не привередничай, берись за меч. Ооо, туториал. Повторим основы или сразу спарринг? Неверно основы, потому что я не имею представления. Начнём сначала. Даже мастерам стоит иногда вспоминать основы. Мастерам, ну не если. Если её новичком-то назвать сложно. Поехали, ребята. Снова меч, Геральт. Ух ты, да ну нахрен. Основным оружием ведьмака являются мечи. Ла-ла-ла-ла-ла. Кроме того, каждый ведьмак владеет простой формой боевой магии. Ла-ла-ла-ла-ла-ла. А также ведьмаки знакомы с основами алхимии. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Так. Будет быстро и больно. Нажмите один, чтобы обнажить стальной меч. Нажмите С, чтобы его убрать. Ох. Тексты тут, конечно. Чтобы выбрать цель. Или отменить выбор, нажмите З. Все ваши атаки. Ага, круто. Быстрые удары. Раз, два, три. Сильнее. Чтобы удар в костях чувствовал себя. Чтобы просим очень атак на веселир, нажмите левый шифт и нажмите. И раз. Уклоняйся. Ноги, цири. Про ноги не забывай. Твою защиту. Так. Выберите, в какую сторону вы хотите увернуться с помощью сейва. Стрелка вправо, стрелка. Ага. И затем зажмите. Ага. На альт уклоняться. Понял. Чтобы кувыркнуться с таким образом, и таким образом избежать удара, выбрайте направление, стрелка, и зажмите пробел. Ага. Круто. Круто. Я понимаю. Ага. Ага. Чтобы заблокировать удар, зажмите. Ага. Ну, давай. Так я же... А, зажмите. Научишься плавать? Пусть им воду. Так, ребята. Ага. И босс, удар. Отвечай. Я понял. Жизнь атаки висимиром. Чтобы провести контратаку, нажмите и посмотрите перед атакой противника. Сейчас. Ну, это полностью блокировать, да? А вот это? Ага. Еще раз. Пожалуйста, повтори еще раз. А теперь, барышня, займемся ведьмачьими знаками. Начнем с Квена. Много всяких туториалов. Я пока... Нужно это все запомнить. Чтобы открыть меню быстрого доступа, нажмите тап. Нажал. С помощью... Выберите знак Квен. Нажмите, чтобы подтвердить. Ага. Игни, Хард. Игни, Квен. Вот он. Ай. Вот так. Охренеть. Тут столько всего. Если бы играл в первую и вторую часть, я бы, конечно, вот это все запомнил. Но... Как видите, ребята, это немного сложно. А знаете что? А дайте-ка я переложу камеру. Как вы думаете? Мне кажется, хорошая идея. Здравствуйте, здрасте. Я немного переложился. А мне кажется, тут намного будет удобнее, потому что дайте... Так, ты пока потихо будь. Ну, хотя... Потому что если... Вот там слева сверху, я надеюсь, я правильно показываю, или там где-то... То закрывается классная картиночка нашего волка. И закрывается мана. И закрывается также жизнь. Поэтому иногда вы не сможете видеть, сколько у меня жизни осталось. А если будет вот тут, где сейчас находится... То чуть-чуть закрывается задание, которое нам нужно выполнить. Но, мне кажется, никто не будет читать задание, которое нам нужно выполнить в данный момент. А просто-напросто я буду их вам читать и буду говорить, что нужно. Сейчас нам нужно наложить знак Квен. Квен иногда называют ведьмачьим щитом. И смотри, почему. Ага, знак Квен защищает от урона некоторых физических эффектов. Понял. Так, ну это понятно. Ребята, тут куча всего, это все нужно будет запоминать. Потом еще раз повторять в открытом мире. Потому что я сейчас не помню, что это. Подойдите к Весемиру, нажмите... Ага. Если бы не Квен, я бы... Знаки не наносит урон огнем. Аргерой! Давай! Так. Ага. Круто. Это что? Подвигли и зажмите... Оглушает противника. Иногда сбивает его с ног. Круто. Отбросит ненужную вещь. Переходим к Аксию. Сучья кровь. Как я его не люблю. Атаксия все... Зориентирован. Ага. Теперь Ирден. Помнишь его? Теперь Ирден. Так. Ирден. Это что? Магическая ловушка. Видишь цель? Так я и шевельнуться не смогу. Заложите Ирден, чтобы создать магическую ловушку. Замеряющую любовь, кто окажется... Идай бомбу. Не бойся, цель и Квен выдержит. Бомба. Активация. Ага. Охренеть, сколько тут всего, ребят? Это нужно потом запоминать еще будет, не знаю сколько. И прицель в одну из кукол, а затем отпустить, чтобы сделать бросок. Ага. Вы узнали основные сведения о сражениях. При желании вы можете продолжить тренироваться с Весемиром. Чтобы закончить тренировку, просто уберите меч в ножны, зажав С. Ладно. Достаточно. Теперь спарринг. Не в жопу со своим спаррингом. Ух ты. Ух ты. Да ты просто зверь. Свери, давай слезай. Вот сейчас как-то тихо стало, мне кажется. Ах, вот же дьяволена. Вот сейчас нужно, наверное, погромче. Посажу ее полировать все мечи, Каэр Морхен. Ты нашла шлем? Цири. Цири, ты куда убежала? Будешь чистить все мечи до последнего. Что за... Что за... что за нахрен за танки у меня там за окном ребят извиняюсь если очень громко слышно белый волк это еще кто такой с урон да это еще кто такой ну наверное какие-то враги с предыдущих частей я еще раз повторюсь я не знаю сюжет а это сон был это то есть я вот это все обучение это просто какой-то какой-то сон был дорога на видимо сон то есть а мы как бы это как бы туториал был я же сначала выбрал туториал чтобы упали основные и поэтому у нас был вот такой сон до что мы все странали а если бы я не выбрал туториал то бы мы бы сразу отсюда начали заря еще не скоро время есть не снился кэром не хочу давайте все началось в комнате для гостей в кэр морхене я грелся в баде рядом была рис и енифер забавно да я там и не было никогда но во сне все было такое настоящее она чем-то парила тебе мозги тогда все точно как на мы найдем ее потом мы тренировались цири потом я пошел за цири мы вместе тренировались вот были времена маленькая разбойница я тренировал детишек которые были быстрее сильнее но ни у кого не было ее характер закончилось все не слишком хорошо я прошел не слишком появилась дикая охота они бросились на цири я не мог двинуться стоял как стол вот те людишки называются дикая охота это будем знать проехать хватит балобол ства сейчас рассветет пора ехать то есть если бы я не выбрал постой покажи-ка мне письмо от я нефер туториал то нам бы не снился этот сон мы бы сразу начали отсюда можно и так что-то сказать пустил мы должны были встретиться в вербицах только их спалили дотла остается идти по ее следам так что помолчи немного и дай мне письмо пахнет сиренью и крыжовником я собирался его читать а не нюхать нам надо встретиться как можно скорее вербиц и увы зимы там нам больше делать нечего тут еще по скриптам единорог по-прежнему у меня это она чем это личная чувак это лично очень лично понимаю по крайней мере мне так кажется может и не совсем но думается мне оно и к лучшему вернемся к делу как думаешь сильно мы от единифер отстаем на два три дня след свежий только вот ведет он на большак а там его наверняка уже затоптали оставь его ребята же мы развлечемся чудовище она уже все читать потому что если бы я даже не выбрал а пройти сначала туториал то я бы вот сейчас них рена прям бы не знал сейчас я хотя бы знаю чуточку как ведется бой а если бы я не прошел туториал то я бы сейчас просто-напросто был обычным нубом и сразу бы умер ну давайте как обычно на континенте так и на островах скеллиги жизнь обычно суровая тяжелая и короткая землю пустошает война та же и те же кому удалось силы не становится добыть без чудовищ ну короче понятно так в огненный щит наносит урон огнем вот это круто 1 замочили ухты где-то там паскуда прячешься очки адреналина на себя удары противника вы получаете очки адреналина вы можете получить некую некоторые умения которые позволяют нет которые позволят проводить специальные атаки расходующие очки адреналина вне очка до и начинает постепенно среди снижаться но это ясно когда войско проходит за ним капитан идут руку падает взять все ока новые не набежали ага то есть смотри ребятам мы еще можем их лутать даже ухт твою мать это я вообще случайно если честно прям вообще вообще случайно упал а тяну близки знали тут ты не умираешь такого тут ты можешь так это все можно поднимать так как сесть на нашу лошадочку я рассказывал встретил я как-то чародея который утверждал что это мало исключительно полезные существа потому что из их крови можно варить эликсиры нет потому что они поедая гниющие тела предотвращают эпидемии плохо для наших война повернуть то тут наши королевство севера теперь скорее королевство родовида а сейчас это обычно нам больше нет это более-менее выиграет войну это быстро вернет войска на старые границы а ты веришь надо во что-то верить а вы смотрите у нас там сверху над башкой над нашими жизнями показывает наш опыт наверно круто с уровнями не его дважды это нравится немного позже идем вот сейчас камера бы было круто если бы я ее вверх переместил но я не я не смогу каждый раз перемещайте ухты бедная лошадочка сейчас тебе жопа будет ты сейчас жопа тебе бедная лошадочка улетел 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 да вылезай о боги мешки два не кончил так же как маня кобылка это если бы повезло лая кобыла умерла сразу а грифоны любят помучить а будем знать грифоны по кусочку обрадовали чего-то вам надо думать вознаграждение полагается пара крон пригодится пара крон всегда пригодится у меня прохудилась сперва не львгарцы товары реквизировали а теперь вот это но если бы я знаю то я бы не взял не нужно спасибо но уже мы не можем изменить или кроны 50 штучек как там след как я и говорил доходит до большака и обрывается затоптан а вы ищете кого до одну женщину до одну женщину и высокая длинные черные волосы видел такую нет ну вот что тут в белом саду есть корчма единственное в округе проезжие часто там останавливаются так может чего и узнаете неплохая идея тем более тебе рано нужно очистить да что там он меня едва царапнул на ржаной водки я бы выпил такой знаешь холодной прямо из погребка как едем ну так пошли где наша лошадочка повис новая статья нажмите ну не нужно это как бы объясняется да кто это что что это за существо было да ну поехали ребята а мне интересно что это за всякие травы на население веди себя спокойно помните что сродни тебе воровства и не любят кто слишком занимает других круто то есть вот эти знаете чтобы спешиться зажмите а вот эти травы которые вот сейчас на земле допустим а вот 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 или это грибы какие-то алхимия но это как бы а но это потом всякие хрени крафт и да да это круто 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 согласен дать еще вот тут мы в таверне немного побудем если это таверна и наверное уже валим отсюда и заканчиваем эту серию ребята пет для первой серии мне кажется прям очень достаточно не культурщина что с ними это пока не подно это между прочим гер темерские лили пускай висят у нас уже не темерий дед а не эльфгард да не в жизнь успокойся похоже на значок сейнтс ров ребята я не знаю мне прям сразу напомнило вот это не знаю честно может похож может нет чё под макей я с выродками не пью дать бы тебе по хлебалу твоему да прошу прощения за этих пинчук да ничего мы привыкли люди здесь нервные мало того что войска только прошли так и гриф он шныряет да уж мы с ним уже успели познакомиться вредная скотина вредная это мало сказать бедную лину так подрал что она уже одной ногой в могиле ну ладно про несчастье то чем могу услужить бухла бы нам чуть чуть а вы чего изволите опа реплики со значком открывает окно торговли мы ищем одну женщину оживленно тут у вас заплатите за грифона мы ищем тут одну женщину я ищу одну женщину темные волосы фиалковые глаза одевается только в черные белые ехала из вербиц им знаю что это звучит глупо но пахнет сиренью и крыжовником не видал такой я бы запомнила уж поверьте да ее не забудешь может кто другой вам подскажет много тут приезжих со всех сторон поспрашиваете поспрашиваем и спасибо завершает разговор спасибо давайте бухнем на конец серии ребята покажи что у тебя есть опа для покупки и продажи предмет используйте понятный панель торговли чтобы кубе перемен два же щелкните по нему чтобы закреплены нажмите escape круто водочка нет перцовка перцовка наливка на спирту лимона я хочу водочки ребята хотите ну чуть-чуть по 50 и конечно не пью но в игре можно или даже не водочки кровь и молоко бутылка воды бутылка яйцо куриная сыр местная перцовка пища восстанавливает здоровье картофель ну давайте хлебушек возьмем давайте одну штучку да и давайте возьмем давайте возьмем не алхимический ингредиент а что-то просто попить и молочко давайте возьмем это что боец синих полосок наложите рядом с картой затем чтобы силу обеих карт ну хрен его знает так пробел купить купили до купили лавка спасибо спасибо это все за все за все судари ведьмаки а может вы бы грифона убили а то прям беда с ним ну давай ладно он только скотину с полей таска а последнее время людское мясо распробовал исхватывайте боязно если нам кто-нибудь заплатит я не откажусь да ладно что ты прикалываешь я бы и так и так его убил помочь тебе с перевязкой успокойся я еще не совсем рассохся тогда поспрашиваю про ен только лучше бы нам поменьше внимание привлекать черные уже полями да и пускай америю лишь бы хлеб не жгли нет ребята все же давайте уже на этом будем заканчивать с вами был эдисон я очень сильно надеюсь что вам понравилась эта игра что вам понравится это прохождение и понравилось судя по первой части буду очень рад если вы поставите лайки если мы набираем кучу лайков прям кучу не кучу но если мы набираем хотя бы 100 200 лайков на первую серию я просто-напросто буду плясать о счастье потому что мне очень нравится когда мы набираем много лайков я вижу ваше стремление к тому чтобы посмотреть новые серии и это больше не приносит энергии я хочу больше записывать новых серий это тоже ребята все важно также буду очень рад если вы оставите свой комментарий я читаю каждый ваш комментарий прям каждый 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 поэтому ребята не стесняемся писать комментарии буду тоже очень рад их почитать не забывай на меня подписываться вступать в нашу банду крутых перцев если хотите новую серию поставьте ребята лайк на этом и заканчиваем всем спасибо за просмотр всем удачи всем пока спасибо